В российской армии нашли еще один способ пополнить свои ряды. Теперь военные не только насильно забирают в части и на фронт мигрантов, но и вербуют украинских пленных. По крайней мере, это предполагают эксперты Американского института изучения войны на основе сообщений о формировании батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из украинцев. Как отдельно отмечает в своей сводке институт, принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Оформирование целого батальона из украинских солдат, оказавшихся в российском плену, стало известно еще в феврале 2023-го. Но теперь руководство подразделения утверждает, что оно будет только расти. Впрочем, где именно воюют или будет воевать батальон Хмельницкого, неизвестно, но на него возлагают надежды российские пропагандисты. Процитирую военкора ВГТРК Александра Сладкова. «Думаю, что коалиция, которая будет рождаться из бывших и нынешних украинских военных, она какую-то роль сыграет. Не революционно, но тем не менее, хотя бы мы должны сохранить вооруженные силы Украины для, так сказать, новой Украины», — заявил он. Обсудим с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Насколько я знаю, вы внимательно следите за тем, как украинские военно-пленные оказываются, собственно, в этом батальоне. Расскажите подробнее, каким образом их вербуют. Я так понимаю, что это главным образом происходит именно в колониях, где, собственно, они и находятся. Самое главное, что это вербовка, которую мы давно знаем, происходит в основном в колониях на оккупированных территориях. И занимается этим, собственно, один из заместителей или советников Пушилина, главы ДНР по фамилии Кимаковский. Он, собственно, дает по этому поводу и разнообразные комментарии, и это дело курирует. Дело в том, что если можно каким-то образом, ну, очень ограниченным каким-то образом проследить хотя бы немного, это очень затруднено, местонахождение и содержание украинских военно-пленных, которые находятся в России, особенно тогда, когда они поступают в Крым, или если они поступают, как сейчас, вот мы знаем с вами подразделение, несколько десятков человек из Азова содержатся в СИЗО, например, Ростова, и над ними идет суд, тогда мы уже знаем какие-то подробности об их содержании. Это очень тяжело, но мы хотя бы что-то об этом знаем. В ДНР, ЛНР на оккупированных территориях это черная дыра. Это полностью черная дыра. Там не работают нормальные российские адвокаты, по самым разным причинам, и по причинам того, что, в общем, это очень опасно, там идет война, это фактически зона боевых действий, и потому что мы с вами прекрасно знаем, что работа на оккупированных территориях, на аннексированных территориях, в Крыму и, собственно, в ДНР, ЛНР в части Запорожской области, Херсонской области, чревата санкциями еще и со стороны Украины. Поэтому люди, которые попадают в плен по разным причинам, и содержатся именно там, мы ничего о них не знаем. Кроме того, что содержание оставляет желать лучшего. Самое главное, туда не ходит Красный Крест. Мы знаем, по крайней мере, об одном случае, когда Красный Крест явился в знаменитой колонии в Еленовке, после ее обстрела или взрыва, или теракта, или что там было до сих пор не установлено, собственно, походил, поводил с жалом и ушел. Но у нас есть свидетельства и военнопленных, которые содержались в Еленовке и были обменены или отпущены до этого взрыва, которые тоже говорили о том, что Красный Крест приходил и вообще к военнопленным не подходил, и ими никак не интересовался. Что касается этого батальона имени Богдана Хмельницкого, да, туда вербуют военнопленные, что действительно напрямую запрещено Женевскими конференциями 49-го года. Там просто написано, что не может быть отправлено в район боевых действий военнопленные, и они не могут содержаться в районе боевых действий под обстрелом и не могут быть отправлены на работу, связанные с опасностью для жизни. Тем не менее, тем не менее, их вербуют, им сразу предлагают российское гражданство и контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Надо сказать, что даже самые пророссийские Z-каналы очень сомневаются в том, что бывшие украинские военнослужащие не перейдут в какой-то момент на сторону Украины, и им не доверяют. Им не доверяют. Я напомню, что командует украинцами, говорят пока, что звербованы 70 человек, но батальон ожидает, что их будет 450-500 человек, пока нет такого числа звербованных. И как в феврале была названа цифра 70 человек, так она и осталась. Ни одного человека не прибавилось. Командует этим бывший командир танка, украинского танка Андрей Тищенко. Но на самом деле, это такой вообще вполне себе командир ряженный, потому что на самом деле всем этим занимается и командует известный такой командир, как Андрей Дикий, так называемый глава, так называемого МВД ДНР. И этот самый батальон имени Богдана Хмельницкого входит в так называемый оперативное боевое тактическое формирование под названием «Каскад». Вот, собственно, этот Дикий всем этим и командует. Еще с самого начала вербовки украинских военнопленных ходили слухи о том, что их также вербуют в некий партизанский отряд имени Сидора Ковпака, героя Гражданской и Великой Отечественной войны, партизана. Но пока этот отряд существует, скорее всего, в основном в Телеграме. И в разных там Z-упоминаниях кажется, похоже, что реально такого подразделения нет. Ну и надо сказать, что, конечно, в основном у украинских военнопленных, которые под теми или иными угрозами явно совершенно вступают в этот батальон имени Богдана Хмельницкого, надо учесть, что у них в основном у всех есть родственники в Украине. И вот это все очень, конечно, сложная ситуация. Еще раз. Вот именно из-за того, что у всех есть родственники, из-за того, что это вынуждено, из-за того, что люди в неволе находятся, именно поэтому в 49-м году это было запрещено. Вербовка военнопленных.